Вы хотите, чтобы я вам лично помог? А я вам сейчас лично помогаю всем. Если вы принцип поймёте, тогда под проблемы решится. Не думайте, что вот простая реакция, Олег Геннадьевич, вот это вот произошло, я вам говорю что-то, оп, и всё решилось. Это означает, вы к жизни дёшево относитесь, потому что решается всё, если вы понимаете, что делать в целом. Понимаете, если вы хотите просто вот таких отношений со мной, ну как бы, как с куском хлеба, которого откусил и насытился, я хочу дать способ жизни. Ну, то есть я не пришёл сюда для того, чтобы конкретные ситуации разбирать. Понимаете, я разок давал консультации людям, давал, давал до двух часов ночи. В какой-то момент понял, что я, вот что я делаю. Мне просто в сердце Бог дал знания, что я делаю. Смотрите, что я делаю. Я просто людям даю возможность не работать над собой. Потому что ситуация разрешилась, всё нормально. Зача это? До свидания, Олег Геннадьевич. Спасибо за консультацию. Молодой человек написал мне такую записку, что вот, Олег Геннадьевич, я вот не согласен с вами. Я вот эту девушку молодую полюбил совершенно бескорыстно. Мне от неё ничего не надо. И даже если она выйдет за другого замуж, я не обижусь. Бескорыстно полюбил. Но ответ мой, как бы, для него был очень суровым. Я ему сказал, а ты бабушку можешь полюбить бескорыстно? Так же, как эту девушку, взять её в жёну и бабушку. Можешь? С такой бескорыстным. Знаете, он задумался. Я его в шок вёл, он такой. Он задумался. Сначала не понял, а почему именно я бабушку должен полюбить? Почему? В чём дело, Олег Геннадьевич? Вы что, меня не уважаете? Но я как бы его уважал. Просто я хотел, чтобы у него сработала вот эта система. Чтобы он понял, что если ты молодую девушку любишь, значит, это уже не бескорыстно. Значит, ты хочешь наслаждаться в жизни, а не служить. Видите, как всё примитивно? По факту. В наших чувствах. Мы хотим наслаждаться. Идея служения там, где-то далеко стоит. Но если мы хотим наслаждаться друг другом, тогда почему мы считаем, что мы друг друга любим? Это ничего общего с любовью не имеет вообще. Это просто жизнь, в которой есть много «но». Потому что в какой-то момент в любой семье вот это вот ощущение счастья от близкого человека неминуемо заканчивается. Вот такая же красивая, всё то же самое, а кайфа нет. Нет вот этого, ну что вот, сердце не поёт рядом почему-то. всё. И что делать? Бросают. Бросают чаще всего. Или мучается человек, мучается, мучается рядом, год нет счастья, два дети уже общие, мучается, мучается, и потом летящий походкой. Увидел счастье. И всё. И дальше крыша съехала, всё. У меня к тебе другая любовь, разная любовь. К ней такая, а к тебе вот другая. Безусловная к ней. К тебе условно. Вот очень примитивно всё это, понимаете? Потому что даже вот просто терпеть, это тоже примитивно. Потому что надо просто отрезветь. Надо понять, что вот рядом с тобой человек, Бог тебе дал, чтобы ты ему служил. И это служение родит любовь потом, которая действительно настоящая. Между мужчиной и женщиной бывает настоящая любовь. Но она бывает только есть, когда есть объект любви, который эту любовь подзаряжает. Понимаете, мы сами, вот когда мы взаимодействуем друг с другом, мужчина с женщиной взаимодействуют, когда друг с другом, они подзаряжаются эгоизмом. Когда человек взаимодействует со святостью, он подзаряжается любовью. Если люди не имеют в жизни веры, они не молятся, не читают духовных книг, у них нет наставника духовного, у них нет священных писаний в жизни. Им не отчего подзаряжаться чистотой. Где они её возьмут? Потому что мы вокруг себя в жизни не имеем чистоты, нет объектов чистоты, которые бы дали нам возможность любить. У нас есть такая возможность в сердце. Она не проявлена, потому что нет примера. Она у нас спит, как веды говорят. Эта возможность любить спит. Мы можем искренне жить для близкого человека и испытывать любовь от него, потому что ему придётся быть благодарным. придётся, потому что, когда человек испытывает любовь от близкого человека, настоящую любовь, он не может не среагировать. Она проникает сразу в сердце и вызывает другие чувства. Она не вызывает ни половое влечение, она вызывает чувство благодарности. Это очень возвышенное чувство. «Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от смерти меня тёмной ночью спасает». Помните? «Только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода». То есть идея в чём заключается? Что вот настоящая любовь, она проявляется, когда смерть рядом. Это, ну вот, женщина не спит и в кроватке, там, в детской кроватке тайком слезу пророняет. Но она спасает от смерти человека. Веда объясняет, что любовь, она защищает человека от смерти, потому что цель человеческой жизни — достичь настоящей любви. Когда человек достигает настоящей любви, ему незачем умирать. Он должен, удача приходит его жить, должен жить дальше, потому что если он достиг этого, он должен дарить другим эту любовь, должен заботиться, чтобы она не погасла. Поэтому надо разобраться сначала, почему всё-таки стресс-то возник. Веды объясняют, что стресс возникает, когда человек теряет свою жизненную нить. То есть он верил во что-то, он считал это объектом своей любви, а потом, бац, этот объект любви его предал. Результат какой? Жить незачем. И что такое стресс? Человек не знает, зачем ему жить. А когда человеку незачем жить, он начинает умирать потихоньку в сердце. И вот эта вот душа, она вечно хочет жить, а по факту в этом мире она жить не хочет. И поэтому у неё противоречие возникает, жуткое противоречие, которым человек не может находиться. Не может ни спать, ни есть, ничего. Нормально функционировать не может. Потому что он должен, в общем-то, жить. А жить можно только для чего-то. Человек не может жить для себя. У нас природа подчинённая, понимаете? Мы себя считаем все объектами наслаждения. Но на самом деле мы не объекты наслаждения. Мы наслаждающие. Вот кто из вас может жить в пустоте? Что-то не для кого, а просто в пустоте, поднимите руку. Вот один человек, только у нас Бог. А все остальные подчинённые? Почему? Потому что мы можем, даря любовь, жить только. Нам кто-то должен быть объектом любви. Понимаете? Мы не можем для себя жить. У нас природа бескорыстная. То есть мы не можем жить для себя. Но по факту противоречие в чём заключается? Что с самого детства мы хотим жить для себя. Вот ребёнку дать что-нибудь в руку, он если взять, он будет орать. Ну то есть всё. И у нас этот хватательный рефлекс, он на всю жизнь остаётся же. Мы хотим себе, моя родная. Имеет разные значения, моя родная. То есть на нему не смотреть. Тоже моя родная. Ну то есть идея в чём заключается? В том, что мы не знаем себя. Мы не знаем свою главную потребность. Наша главная потребность – это служить объекту любви. Служить. Но если я, допустим, служу своей жене и верю в неё, тогда возникает несоответствие. Почему? Потому что она подчинена судьбе. Она ненезависимая. Вот если судьбе положено, что она изменит, значит, она изменит. Может быть, она и не изменит, если она очень сильная личность. Она выше судьбы тогда, значит, стоит. Но это очень редко бывает. В основном, если тебе, по сути, положено, что жена изменит, значит, она изменит. Она не хочет вроде бы сама, не хотела тебе. Не виновата, я вон сам пришёл. Вот. Она не хотела, но он сам, когда пришёл, и вот так всё получилось. Вот. Видите, верность и уважение в семье. Что это такое? Это результат правильного понимания из жизни. Вот почему женщина в стресс-то попала, в который муж ушёл? А потому что она неправильно понимает жизнь. Она не понимает, что ещё не пришло время развивать те чувства веры друг в друга, которые уже развились сами по себе. Эти чувства являются преждевременными. Вот сначала начните по-честному относиться друг к другу, служить друг другу, при чём человек сам должен это делать. Надо сначала понять, что происходит. Первое надо отрезветь. Надо понять, что никакой любви по факту нет. Есть просто взаимное наслаждение. И вот часто сейчас на Западе даже так и воспринимают. Они даже, понимаете, они сейчас уже вот это... Они супружеские отношения часто занимают партнёрскими, замещают. Ну, как бы это слово «супружеская жизнь» уже партнёрской жизнью стало. То есть мы как бы... Понимаете, да, о чём я говорю? То есть мы вместе живём как бы... Вот смотрите, в Америке сейчас уже разный бюджет у супругов. Они даже считают, что более практично и правильно жить это сразу позволит близкому человеку-любовнику. Вот ты имеешь право любовника иметь. Я тебя люблю и даю возможность, пожалуйста, хочется, наслаждайся. Всё равно рано или поздно начнёшь изменять, лучше уж я тебе разрешу это делать. Вы знаете, что уже такие отношения существуют? Уже есть такие примеры. И люди при этом думают, что они нормально живут, всё хорошо у них. Всё-таки зачем нужна верность-то? Верность-то зачем нужна? Уважение. Если по факту любви нет в семье. И желание наслаждаться друг другом. И наслаждение всегда это какая штука? Она имеет угасающую природу. Вот смотрите. Почему вот так вот эта U-образная кривая это Алёшина, психолог Алёшина установила? Хорошая, умная женщина. В чём причина-то? А потому что по факту, вот допустим, мёд, если один и тот же мёд ем, очень вкусный, мне очень нравится, безумно. Сколько я буду, он сколько мне будет нравиться? Ну какое-то время, потом он уже не такой вкусный будет. Точно так же жена, одна и та же жена, вот всё то же самое. Ну сколько будет нравиться? Парней так много холостых, а я люблю женатого. Ну то есть, ну всё равно же на стороне лучше, правильно? Красивее девушки. Мужчины лучше. Вот у других мужья, как лебёдушки, а у меня бедоносец. Это нормальная ситуация, потому что, когда мы близкие отношения строим, женщина всегда, вот смотрите, как женская психика работает, она видит в мужчине идеал. Женщина хочет видеть идеал в чём? Идеал, что человек меня защитит, он безукоризнный, он смелый, решительный, там и так далее. То есть у женщины своя красота, у мужчины своя. И женщина всматривается постоянно в мужчине, в мужа, в эту красоту. И что она видит? Она видит трусы, видит, что пузо растёт. Что она ещё видит? Она видит пьяную морду. Ну много чего она видит, не то, что другие не видят. И что вот у неё прямо от этого вот возгорается в сердце любовь? Измейтесь, муж тоже всё видит, но не так сильно, конечно. Женщина-то она очень внимательно смотрит. И когда ругаться начинают, мужчина, женщина, так как очень внимательно относится к отношениям, она как бы соткана из отношений. А мужчина, у него цель какая-то в жизни есть, идея. И он как бы вот ругаться начинает, допустим, кто выигрывает? Конечно, потому что женщина всё знает про мужа. У неё всё зафиксировано. И он начинает с ней ругаться. Она ему говорит, ну ты посмотри на себя, вот это, 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 это. И она перечисляет, он даже не успевает переварить, она всё перечисляет ему. Всё, что она знает про него. Говорит, ты что ты из себя строишь? А мужчина, у него клинит, он как бы ничего перечислить не может. По факту как бы знает, что она не права. И он говорит, будешь дальше так себя вести в морду, да? Соревнования совершенно несопоставимые, потому что женщина, она очень внимательно относится к мужчине. Чего от этого любовь возрастает? Смотрите, как интересно. Она внимательно относится к нему, видит много в нём недостатков, но при этом в сердце ждёт. Когда он станет лучше? И в этом любовь заключается. Она ждёт. Может, когда-нибудь он улыбнётся мне по-настоящему. Гад такой. Это не любовь. Хочу вас разочаровать. Да просто самообман, в который мы варимся. И первое, что нужно для настоящей нормальной жизни, это отрезветь. Отрезветь. Понять, что мы сотканы из корысти все. Из корысти просто и всё. Женщина – женская корысть. Красивая, такая нежная. Мужчина – мужская, сильная, такая отважная корысть. Но какая бы она ни была, она всё равно корысть. Всё. Зачем тогда нужно уважение? Зачем нужно уважение? У меня к вам вопрос. Чтобы появилась любовь настоящая. Возвышенную. А? Как без него? Ну вот уважать же можно только того, кто достойен уважения. Ну а если у нас нет бескорыстия, за что уважать-то друг друга? Ну нет бескорыстия, нет. Вот честно посмотреть на жизнь. За что уважать? Совсем нету. Ну может быть вам есть за что. Но я сейчас говорю просто вот про ту ситуацию, когда два человека наслаждаются друг другом. И всё. Давайте разделим. Я хочу разделить любовь от нелюбви. И тогда можно будет уважать. Вот допустим, мы просто наслаждаемся друг другом. Зачем уважать? Потому что в близком человеке есть то, что достойно настоящего уважения. Но это в нём не проявлено, потому что я этого не достоин. Чтобы быть достойным любви, надо начать любить. Любовь означает, что нужно правильно сначала выбрать объект любви. Если у тебя есть святость в жизни, есть святой человек, который ты можешь, о котором думать, поклоняться ему, верить в него. Или можно верить в Бога, допустим. Некоторые напрямую в Бога верят, некоторые в святых людей, некоторые в священные писания верят. Поклоняются, допустим, Корану, мусульмане. Это одно и то же. Когда человек поклоняется святости, он видит чистоту, настоящую чистоту. И надо знать, просто хотя бы сначала теоретически, что такая чистота существует в сердце каждого человека. И ради вот этой чистоты, которую ты пока в близком человеке не знаешь, но знаешь, что она может раскрыться в нём, ты начинаешь просто ему служить. Что дальше происходит? Какую бы цель человек не поставил в своей жизни, эта цель приближается к нему. Если он поставит высшую цель, он хочет понять душевные и духовные отношения, тогда эта цель тоже будет приближаться. Но она не дешёвая, поэтому она будет приближаться и даже маленькое приближение сделает чудо. Потому что если ты действительно бескорыстно что-то будешь делать какое-то время для близкого человека, внешне может быть ты не увидишь ничего, но внутри он станет тебе благодарным. И знаете, когда эта благодарность вылезет наружу, когда между вами начнётся разлука, чуть-чуть хотя бы отношения начнут расходиться, близкий человек скажет, на самом деле я вот вёл себя так, но я в сердце своём лучшего человека в своей жизни не встречал. Вот можно так сказать тому человеку, который бескорыстно к тебе не относился? Можно так сказать? Нет. Так можно сказать только к тому, кто тебе верно и честно служил в жизни, не ожидая, не ожидая ничего. Допустим, муж знает, что жена не накормит, он придёт с работы голодная, она не накормит, он знает уже. Он приходит с работы и говорит ей, дорогая, спасибо за то, что ты находишься рядом со мной и помогаешь мне жить моей судьбой. Ты уже знаешь, что это твоя судьба, что жена не накормит, когда ты придёшь с работы. Твоя судьба такая. И знаете, какой результат будет такого поведения? Ей не будет хотеться кормить, но она будет делать это из чувства долга, в знак благодарности, понимаете? Потому что если человеку по судьбе положено, чтобы его не кормили, у жены в сердце будет нежелание кормить, сильно нежелание кормить. У кого-то есть нежелание стирать ему бельё, у какой-то жены есть нежелание, допустим, улыбаться, ему. Но всё это зависит от судьбы. Но если ты ведёшь себя из чувства долга по отношению к близкому человеку, тогда у близкого человека возникает чувство благодарности, которое заставляет его вести себя совсем иначе. Отношения строят совсем иначе. И тогда возникает вот эта первая, вернее, вторая уже стадия любви, которая называется уважение. Вообще, по факту, первая стадия любви в семье, она выглядит очень как-то так примитивно, как на первый взгляд, что я дома отдыхаю. То есть я могу прийти домой, потому что, ну, я как бы не чувствую, что у меня дома что-то плохое происходит. Ну, жена меня пилит, допустим, да, муж бьёт посуду. Но как-то я понимаю, что это моя судьба, и у нас всё хорошо. У нас дома всё хорошо. Как бы он напился, лежит на кровати, писает под себя. Ну, как бы, ну, это моя судьба, я знаю точно, что так мне положено, поэтому у нас всё хорошо. И я дома отдыхаю. Почему я дома отдыхаю? Потому что, кроме всего этого, у меня дома есть алтарь, которому я молюсь, я испытываю глубокое счастье в чистоте вот этой, которой я нахожусь дома, в чистоте своей внутренней жизни, которую я там веду. А всё, что меня окружает, это моя судьба. Я в ней хочу, могу, хочу, и поэтому могу быть счастливым. Вот в своей судьбе, в окружении своей судьбы. Вот кто сейчас не может в окружении своей судьбы быть счастливым? Поднимите руку. Это значит, что у вас не хватает духовной жизни. Всё. Ответ только один. Не думайте, что какой-то есть другой ответ. Хотите, я вам докажу? Хотите, вот всем вам сейчас это докажу? Мы проводим фестиваль, называется «Благость на Чёрном море». Туда приезжают 400 человек. И все люди, которые проводят этот фестиваль, они очень серьёзно настроены на духовную жизнь. То есть мы готовим пищу с молитвой, мы все силы отдаём, служим этим людям, которые туда приезжают. Кто из вас был на этом фестивале? Согласны с этим? Согласны. И потом, вот на прошлом фестивале я задал вопрос такой. У меня была лекция, я сказал, вот смотрите, подняло несколько человек, которые поехали на фестиваль. И 400 человек обязательно по статистике. Будет человек 20, которые находятся в жутком стрессе. И идут на фестиваль в этом состоянии. Я их всех спросил, подняли эти люди руку, кто поехал на фестиваль в состоянии жуткого стресса. Я их спросил, вы чувствуете, что у вас в сердце отношение к своей жизни и к ситуации полностью поменялось? Что вам стало легче? И только один человек сказал, что ему ещё не стало легче. Все остальные сказали, да, нам стало легче. В этой атмосфере, которую вы создали для нас, нам стало лучше жить. Мы счастливы здесь. Я, знаете, как ответил? А почему бы вам самим не создать себе такую атмосферу? Почему обязательно кто-то другой её должен создавать? Понимаете, отношения со своей судьбой бывают разные. Иногда мы ждём святости от судьбы, а на самом деле это неправильный подход жизни. Её надо родить своей жизнью. Надо самому действовать в этом направлении. Первый этап действия — это слушание. Человек слушает то, что чисто по природе, что имеет чистую силу. Второй этап такого действия — это принятие. Он слушает, говорит, я согласен с этим, принимает. И третий этап — это поступок. Когда человек выходит на третий этап, судьба начинает меняться. Но даже на первом этапе она меняется. Веды объясняют, что когда люди собираются, особенно в таком большом количестве, и говорят о каких-то глубоких честных вещах, то жизнь меняется уже в это время. Вот поднимите руку, кому уже легче стало в жизненной ситуации, несмотря на то, что вот здесь сидя, сидя здесь. Видите, сколько людей уже стало легче. Хотя я ничего не сказал, в общем-то. Вот, а теперь поднимите руку, кому не стало легче. Честно. А теперь поднимите руку, кому не стало легче, но вы на лекции уже были не первые, много раз. Не стало легче, но на лекциях были много раз. Ведь уже меньше рук. Это значит, что жизнь действительно вас учит. Действительно. Ну, то есть, видите, ситуация настолько тяжелая, что даже настроение само духовной жизни, которое мы здесь сейчас культивируем, оно вам не помогает. Хотите, чтобы оно вам помогло? Хотите? Я вас сейчас научу. Сядьте прямо. У тебя девушки, говорю, мы с ней сейчас общаемся. Все нормально, все нормально. Начните верить в то, что слушание изменит жизнь. Если вы доверяете тем людям, которые здесь присутствуют, мне, допустим, который говорит о чем-то, тогда слушайте с верой, что это слушание изменит вашу жизнь. Я никуда вас не тяну. Ни в какую секту, ни в какое направление. Я просто хочу, чтобы вы были счастливы. Вам стало легче или нет, девушка? Вам не стало легче? Не стало. Улыбается не стало. Слушайте дальше. Слушайте внимательно с верой. Слушайте. В конце лекции посмотрите, что произойдет. Называется духовная практика. У меня бывают ситуации в жизни, я сажусь молиться. Вот ситуация, да? Я сажусь молиться, и у меня нет надежды никакой, что что-то изменится. Но я знаю, что этот процесс все равно единственный, который может помочь. Я начинаю просто кланяться своему наставнику. Начинаю вспоминать его наставления. Начинаю говорить, я хочу служить тебе твоим наставлениям. Хочу отдать им свою жизнь. Проходит два часа, и сердце становится чистым. В нем нет и тени вот той ситуации безысходности, страдания, которая была до этого. Знаете почему? Потому что если ты правильно выбрал объект веры, то тогда путь, по отношению к которому ты к нему идешь, дает только одну победу. Если ты выбрал правильный объект веры, и ты начинаешь жить для него, то в сердце рассеиваются все сомнения, в сердце перестает быть страдание жить. Почему страдание живет в сердце, потому что мы объект веры неправильно выбрали. И единственное, что нужно сделать, это внимательно слушать, потому что через слушание меняется вера человека. Надо принять, что я должен поменять объект веры. Я не понимаю, для чего моя жизнь, поэтому я страдаю. Я не достоин такого слушания, как мы сейчас настроились, простите. Но все равно мы продолжаем. Спасибо вам очень большое за заботу, которую у меня, кажется, в своем присутствии. Итак, сначала в семье должно появиться чувство, что я дома отдыхаю, мне хочется домой. Это уже вера близкого человека. Вот представьте, если бы там тигр сидел дома. Там отдыхали? Ну, приходит домой, там тигр. Соседняя комната, пусть там даже закрыто, замок. Ну, вы отдохнете, нет? Ну, дали ему мясо, как бы, вроде не голодный. Вдохнете? У меня есть одна знакомая, она живет в святом месте, женщина, пожилая, больше 70 лет. И она мне как-то сказала, мы зашли к ней в ее келью, она живет в Индии. И она мне как-то, она такая простая, мне рассказывала про алтарь, там, про духовную жизнь свою. Потом между делом как-то сказала, а вот здесь у нее, во рту зубов уже нет, такая старенькая, а вот здесь под кроватью у меня кобра живет. Ну, кобра, у кобры смертельный яд. Там вариантов нет. И, знаете, у меня так ноги подкосились, такое. Ну, я как бы, типа, я же верующий человек, все нормально, но ноги почему-то подкосились. Не знаю, что, они меня выдали. Как-то нехорошо так повели себя. И я спросил ее, а что, зачем? Она говорит, ну, я старая уже, я не могу ее оттуда выгнать. Ну, как бы, ну, правда, старая уже, совсем старенькая. И она говорит, ну, как бы, я ей молочко даю там туда-сюда, кормлю ее, и она меня не трогает, я ее не трогаю. Мы с ней живем нормально. С коброй. Чувство комфорта возникает в сердце у нее. Ну, нормально, она нормально живет дома. Вот, но, как бы, мы не можем имитировать это состояние. Это признак святости, когда человек верит в Бога настолько сильно, что объекты страданий перестают вызывать страдания. По факту, есть разные силы судьбы. Иногда человеку не нужно жить рядом со своим близким человеком. Есть признаки этого, я вам сейчас опишу. Этот человек постоянно меня ненавидит, он постоянно меня мучает, он не хочет никаких компромиссов, он постоянно находится в состоянии аффекта, то есть или наркотики, или пьянства. Он не хочет работать, он издевается надо мной и угрожает жизни мне и моим детям. Это значит, что надо жить отдельно, но не разводиться. Потому что есть разные расстояния по отношению к своей судьбе, разные расстояния мы должны делать. Понимаете, вообще человеку не обязательно страдать в личной жизни. Вот у кого из вас, ваше пребывание с близким человеком угрожает гибели вашей, поднимите руку. Ну вот это исключительный случай. То есть один-два человека могут поднять, это исключительный случай, значит надо стараться жить отдельно, но не разводиться. В остальных случаях можно тоже не страдать, находясь с близким человеком. Надо просто пересмотреть свое отношение к нему. Надо понять, что он не объект, который дает мне счастье, а он экзаменатор моей жизни. Веды говорят, что близкий человек предназначен для того, чтобы мы сдавали экзамены рядом с ним. И система работает очень просто. Сначала та система, перед которой сдаешь экзамены, привязывает к себе, а потом дальше заставляет тебя мучиться. Вот, допустим, если, допустим, я прихожу в строительный институт, там сдают экзамены, мне надо тоже с ними сдавать экзамены, я буду мучиться. Я буду мучиться. Не буду, потому что мне этот строительный институт не сдался. Ну я не хочу быть строителем. Ну не буду я там, ну не сдал, не сдал эти экзамены, меня заставили там сдавать экзамены. Ну я не хочу быть строителем. Я как бы, мне сказали, тебе два, я говорю, ну слава Богу, слава Богу. И пошел. Наконец-то я могу уйти спокойно. Поставили какую-то двойку. Ну а если вы хотите быть строителем, другая ситуация, правильно? Видите, причина страдания-то в чем заключается? Что мы чего-то ждем от человека. Мы ждем от него чего-то. И в этом вся проблема. Потому что объект веры выбран неправильно. И это объясняет, что в этом мире счастлив только тот, кто понимает, что все объекты, которые находятся рядом с ним, предназначены только для сдачи экзаменов. И все. За исключением святости. За исключением святости. Вот там уже можешь верить сколько хочешь. Насколько святость возвышена, настолько верь в нее. И здесь уже не будет осечки. Потому что ты выбрал объект правильно. Но если ты начинаешь служить близким людям, вот с этой, ты выбрал объект, помолился, у тебя в сердце возникло вот это вот чувство счастья от святого человека. И ты раздаешь приветы, как этот змей там, мартышка, раздавал приветы в мультфильме. Просто дарю тебе привет. То есть ты просто начинаешь служить близким людям. Просто потому что ты чувствуешь вот эту веру, защиту, счастье со святостью в контакте. Ты чувствуешь и начинаешь служить близким человеком. Какой результат? Первая стадия любви. Близкие люди чувствуют, что дома хорошо. Мне здесь хорошо с этими людьми. Потому что нет страдания. Ты как бы видишь, что есть капля любви, тебе хорошо. Ты начал служить, тебе будет хорошо, по факту. Почему? Потому что человек, который служит в какой-то среде, он ее терпит. Вот мать, допустим, служит ребенку, она что от него может вытерпеть? Все может вытерпеть, потому что она ему служит. Объект служения, веды говорят, что материнская любовь, она ближе всего приближается к бескорыстной. Больше всего. Но она все равно корыстная, но приближение есть, потому что там есть служение. Вот это самоотдача. Во всех остальных видах любви уже там меньше этого служения. Ну, такой именно не любви, а влюбленности имеется. Потому что любовь-то это совсем другое. Мы и собрались с вами, чтобы разобраться в этом вопросе. Итак, смотрите, если человек начинает вот в этом настроении и служении находиться, то он начинает терпеть объекты, принимать их и начинает чувствовать, что все нормально у него в жизни. То есть ему хочется идти домой, ему хочется там быть. И самое главное, что удивительно, что происходит, он в это время выбирает дистанцию отношений. Дистанция отношений выбирается не для того, чтобы наплевать на близкого человека или отомстить ему. Она выбирается для того, чтобы с ним правильное отношение строить. Потому что, смотрите, чем ближе дистанция с близкими людьми, надо открыть все двери, потому что становится душно. Когда душно, люди не смогут воспринимать. Надо все открыть. Там есть возможность что-то открыть. Помогите нам, организаторы, надо все открывать. Сейчас откроете все, и сразу станет легче. Пожалуйста. Вот. Молодцы. Чувствуете, да, воздух пошел? Это называется организация мероприятий. Надо внимательно за этим следить. И вторую тоже можно открыть, ту большую. Ага. Значит, там защелки где-то. Фух. Воздух пошел. Итак, на чем мы остановились? Дистанция зачем нужна? Она выбирается для... Вот смотрите. Чем ближе мы приближаемся друг к другу, тем больше в силу вступает плохая карма. Тем больше мы видим недостатков друг друга. Тем больше мы злимся. Тем менее уважительно мы относимся друг к другу. И пренебрежительно. Больше пренебрежительно. Это значит, дистанция выбрана неправильно. Смотрите, интересно. Многие люди пробовали держать дистанцию подальше. Что значит держать дистанцию подальше? Означает менее эмоционально общаться. Меньше выяснять отношений. Садись, давай поговорим. 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 Означает жуть. Дальше. Опять сейчас будет ругань. Дистанция означает, что у нас уважительные отношения, но чуть-чуть такие, как бы мы сдержанно ведем себя друг с другом. Эмоции не распускаем, чувства не распускаем. Чуть-чуть сдержанно ведем себя. Мы любим, заботимся, уважаем, служим друг другу, но сдержанно ведем себя. Многие не могут. В чем причина? Эта причина ведом объясняют одним словом – привязанность. Что значит привязанность? Это рабское желание получать удовольствие от близких отношений. Называется привязанность. Самый страшный всепожирающий враг судьбы человека. Вот когда человек кому-то привязан, это означает, что он не любит его, а просто как паразит хочет пользоваться его счастьем. И все. Вот эта привязанность не означает, что ты очень любишь его, поэтому не можешь чуть подать. Нет. Это не любовь, это желание наслаждаться им. Потому что по факту вот это близкие, чрезмерно близкие отношения, что вызывают? Одну ругань, одни скандалы, одни неприязни. И даже половые расстройства часто возникают в отношениях из-за этой чрезмерной привязанности. Да, люди чрезмерно. Кстати, привязанность очень сильно возрастает при чрезмерном увлечении сексом. Чем больше люди вот прямо погружаются в половые отношения, тем больше у них дистанция сокращается все больше, и тем тяжелее становится рядом друг с другом находиться, потому что уважение падает, а количество плохой кармы увеличивается в отношениях. Чем ближе мы строим отношения, тем больше плохая судьба близкого человека начинает на тебя влиять. Но включаются вот такие тяжелые механизмы судьбы. Глаза бы мои тебя не видели. Понимаете, вот такое включается. С другой стороны, смотрите, как бы, я стою на одном, а ты на другом. Такого же нет чувства. Глаза бы мои тебя не видели. Понимаете, то есть я стою на одном, а ты на другом. И ожидаем, мы ждем друг друга, да? А что же мы обиделись, зачем же мы расстались? То есть уже другие чувства, другие эмоции. Поэтому разумные люди, они учатся правильно строить отношения. Это означает, что они учатся так же понимать, что у меня за отношения к этому человеку. Вот если я чуть-чуть дистанцию взял побольше, я смотрю, как я к нему отношусь. Вот на дистанции можно служить близкому человеку? Можно. Ну, так же, как служил. Дистанция нужна как раз в том, чтобы разобраться, что ты хочешь в этих отношениях вообще. Разберись. Пойми, чего. Может быть, ты хочешь просто наслаждаться ими, или все-таки ты хочешь заботиться об этом человеке? Если ты хочешь наслаждаться, тогда чему ты удивляешься? Значит, ты страдаешь по закону. Чем больше человек хочет наслаждаться близким человеком, закон есть такой, тем больше в его жизни от этого человека будет страданий. Чем больше я хочу служить близкому человеку, тем больше в моей жизни от него будет счастье. Все. Закон очень простой. Трудно следовать. Потому что есть сила, которая заставляет нас приближаться и наслаждаться. Эта сила в нас живет. Ей надо противостоять духовную жизнь. Надо силу духовной жизни противостоять. Почему многие люди страдают от своей судьбы? Потому что они не знают, как жить правильно, куда направить силы. Мы все направляем куда-то силы. Но главную силу в своей судьбе надо направить на внутреннюю жизнь. Потому что без внутренней жизни жизни нет. Вот давайте сейчас закроем глаза. Пример такой. Закрываем глаза. И вспоминаем близкого человека. Вот трезвое восприятие. Трезвое восприятие близкого человека. Не мечта о близком человеке, а просто трезвое восприятие. Вот какое он на самом деле. Вот смотрите. Если вам вспомнилось, как близкий человек молится, как он служит Богу, как он заботится обо всех, или что-то хорошее о нем, это значит, что между вами есть любовь. Потому что вы видите в нем духовное, чистое. Без духовности не бывает любви. Надо духовное чисто в человеке видеть. Если вы увидели, что он такой строгий, плохой, тяжелый или грубый там, или грубая, значит нет любви. Вы его не знаете, этого человека. Вы знаете свою судьбу, отраженную в нем. А если вы ничего вообще не вспомнили, вот вы вспоминаете, что-то вспомнить не могу его. Это значит, что у вас вообще нет никаких отношений. Значит, он в вашем сердце не живет просто и все. Итак, смотрите, как интересно. Мы можем много лет жизни прожить вместе, но отношений нет. Потому что отношения всегда имеют внутреннюю природу. Они не внешние. А внутренней жизнью мы вообще не живем по факту. Часто в своей судьбе. Часто не живем ей. Почему? Потому что мы не знаем, что она нужна. Вот, допустим, человек думает, я хочу с ним поговорить, я все выяснить хочу. Но часто это приводит к сандалу, и ничего не выясняется. Теперь второй вариант. Я сажусь просто, молюсь и думаю, пускай в его жизни все будет хорошо. Молюсь святому человеку и думаю, пускай в жизни моего близкого человека все будет хорошо. Я эталон любви и чистоты привожу в сердце. И с позиции этого эталона вспоминаю, что такое чистота, светлость. Вспоминаю, во что верить. Вспоминаю, что есть чистота, есть святость, есть красота, чистота. Вспоминаю, сердце мое торжествует. И в это время, во время этого торжествования я не думаю, пошли все нафиг, буду жить с этой чистотой. А я думаю, я хочу, чтобы у тебя в жизни все было хорошо. Хотя мы поругались с этим человеком. Это называется любовь уже. Любовь, она имеет бескорыстную природу. Просто чувство долга. Я хочу, чтобы у тебя в жизни все было хорошо. Почему? Потому что по-другому хотеть. Это просто зря жить с близким человеком. Пустая жизнь. Она бессмысленна, потому что нет результата. Никогда ты не увидишь этого человека по-настоящему. Вот то, что нам показали, try and buy. Знаете, try and buy. Знаете, что такое? Демоверсия. Сейчас распространял бизнес. Нам что-то показывают, какую-то картинку. Красиво все работает. А теперь покупай. Это не является чем-то новым. Это божественное устройство так работает. Нам Бог дает вот это первое чувство близкому человеку. В нем раскрывается все самое лучшее. Мы видим в нем духовные проявления по факту. А потом это все исчезает. Почему? Потому что теперь попытайся так с ним жить. Чтобы у него это само начало работать. Не по воле Бога, а само. И как это так жить? Надо вот жить для Бога и служить близкому человеку. У него вот это чувство благодарности. Первая стадия. На ней возникает спокойно. Жить можно вместе. Спокойствие. Вторая стадия, когда мы продолжаем служить, возникает уважение, потому что из него больше божественного выходит, потому что мы все имеем божественную природу. Мы не эгоисты по природе, как нам кажется. Я вам объяснил, что мы с рождения сотканы из желания служить. Мы хотим жить не для кого-то. Мы не можем жить сами по себе, понимаете? Мы должны для кого-то жить. И поэтому наша природа, она божественная, она чистая. Мы достойны настоящей светлой любви. И эта светлая любовь рождается только в любовных отношениях, которые труднодостижимы в этом мире. И начать их надо с себя. Не с него, вот он пускай, он первый. Вот он, когда меня полюбит, тогда я его полюблю. Это и есть корысть. Вся ругань на этом основе. Почему ругаемся? Вот когда ты будешь к мне так относиться, я к тебе тоже. Когда ты по лекциям будешь жить, Олег Геннадьевич, я тоже буду жить. Или ты лекция слушала, Олег Геннадьевич, вот и живи по лекциям. Это не любовь, все это так. Вторая стадия верности, вторая стадия уважения. То есть вот постепенно это перерастает, вот чувство, что у него действительно есть что-то такое у этого человека внутри. Может быть, это еще не совсем проявлено, как-то внешне и проявляется. Но песня уже есть, что-то есть тебе такое, а какое не пойму, да? Что-то есть, что-то есть тебе такое, а какое не пойму. Песня есть такая. Вот, то есть человек чувствует, что человек хороший внутри. В глаза смотрели друг к другу с близким человеком? Вот, в глаза вот сядьте и посмотрите с близким человеком в глаза друг к другу. Просто посмотрите, не для того, чтобы потом сексом заниматься, а посмотрите просто из благодарности. Из благодарности. И вы увидите другого человека перед собой. Другого человека. Почему? Потому что он другой на самом деле, не такой, какой он выступает перед нами. Он перед нами играет роли, наслаждает нас и мучает. А он вот просто он такой вот. Вот он какой-то такой вот. Вот как... Почему мы ребенка маленького любим? А потому что он еще не играет никаких ролей. И мы смотрим ему в глаза, и он вот смотрит на нас. Он такой вот верный. Вот такой он. Твой. Верный. И он смотрит простыми глазами. Вот он... Он никакой роли не играет. Он просто вот такой. И поэтому мы его любим. Так? Потому что мы видим в нем чистоту. Вот эту изначальную вещь. Душу видим в человеке. Ребенок открывает душу перед родителями. И поэтому он вечно любим. Так же может муж душу открыть. А вы посмотрите на него без каких-то желаний наслаждаться им. А просто вот посмотрите как на душу. Что там есть что-то хорошее внутри этого человека. Чистое, светлое что-то есть. И служите чистому светлому днем. Не чтобы он наслаждал мои чувства. Просто вот потому что он есть. Это уже любовь. Тогда благодарность просыпается. От этого чистого светлого начинает исходить ко мне обратная связь. Вот с чем я отношения строю в близком человеке, то и будет реагировать. Если я с его половыми чувствами строю отношения, половые чувства будут реагировать. А если я с его душой, с ним как с душой реагирую, тогда душа, ну строя отношения, душа с реагирует в ответ. И тогда ты увидишь вечность в отношениях с ним. Чистоту увидишь. Да человек вечность видит в отношениях с близким человеком. Когда близкий человек тело это оставляет, не меняется чувство. Люди, которые достигли настоящей любви, они не расстаются. Потому что тонкое тело не умирает. Вот мы умираем все только в грубом теле. А тонкое тело как жило, так и живет. Оно никуда не девается. Я вам говорю как свидетель. Потому что я изучаю тонкое тело. Вот сейчас до лекции я принимал людей по фотографии. Я то есть лечил их, они на расстоянии находятся, я с ними работал. Это обычная практика для меня, многолетняя уже. Там продолжается прием, все, я по фотографии смотрю, тестирую. Порядка 20 показателей надо снять, тонких, чтобы определить конституцию человека. Назначить ему лечение и так далее. И вот я вам как свидетель говорю, что когда грубое тело лежит, там ничего нет внутри. Нет смысла его хоронить куда-то, потом ходить на кладбище. То, что там находилось, оно оттуда уходит. Связь, конечно, остается какая-то с этим. Память через этот объект приходит. Да, это факт. Память. Ты приходишь на кладбище, память, связь, это как антенна, связывает тебя с объектом, ты начинаешь вспоминать человека. Но вспоминаешь ты не то, что лежит в земле. Человек не является вот этим грубым телом, которым мы свои отношения строим. Он совсем другую природу имеет. Душа, она по природе соткана из любви. Любовь – это духовная энергия. И мы души, мы сотканы из этой любовь, духовной энергии, энергии, желания отдать свою жизнь. Любовь – это желание отдать свою жизнь. Вопрос только к кому. Вот в чем вопрос. Вопрос к кому. Мы не знаем, кому. В этом проблема вся, наша судьба. Мы думаем, ребенку надо отдать или мужу. В какой-то степени. Но в большей степени ты можешь это сделать только тогда, когда ты отдашь тому, кто действительно является объектом любви. Бог является объектом любви. Высшая истина является объектом любви. Как вы хотите его понимать. Как личность и как высшая истина. Или как священное писание. Или как тот, кто живет в святом человеке. Это самое простое понимание Бога. Знаете об этом? Веды говорят, самое простое, как Бога увидеть. Это тот, кто живет в святости. В священной книге и в святом человеке. Святость видна же. Мы можем видеть святого человека. Его поступки, поведение. Это и есть проявление Бога. Самое близкое к нам. Потому что он спрятан от нас в этом мире. Он нам не покажется. Почему? Потому что мы недостойны видеть свой объект любви настоящей. Мы не имеем на это права здесь. Мы здесь наказаны. Веда объясняет, что этот мир создан для того, чтобы исправительно трудовая колония. Да, трудовая. Здесь надо работать. Без работы не проживешь. Но это такое очень для вас может быть жестокое высказание. Но это правда. Здесь ведь нет ничего такого, чтобы нам надежды какие-то давало. Мы вот чуть-чуть пожили и помираем потом. Мы оставляем все, что у нас есть. И куда-то непонятно деваемся. Прекрасное, далеко, не будь ко мне жестоко. А вот оно не может не быть жестоко, потому что оно означает вот это вот старость, смерть. Но на самом деле прекрасное, далекое – это не то, что мы думаем. Человек должен победить. Уже в этой жизни победить бренность. Можно одним только способом – установить честные отношения с близким человеком. И признаки появятся. Первый признак – я хочу быть рядом с этим человеком. Я хочу быть с тобой, и я буду с тобой. Ну то есть я хочу быть рядом с этим человеком. Первый признак, следующий – я уважаю этого человека, потому что больше я вижу. И следующий признак называется верность. Вот когда этот признак появился, у меня к вам вопрос. На этой стадии отношений можно изменить? Ну, кто считает, что можно поднимать? Взять и изменить. Если кто-то считает, тогда у меня к вам другой вопрос. А вы можете себе в жизни изменить? Вот себе. Вот себе. Вы уверены? Кто сказал, да, поднимите? А вы себя знаете? Нет. Тогда чего вы так говорите? Вот если бы вы себя знали, что вы душа, что у вас есть… Когда вы почувствуете себя как душой, у вас будет огромная вера во что-то. Душа может жить только в вере. Она не может просто так жить, вот в балдеже, как в котором она сложает. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Понимаете? Она как бы, душа, она в этом не живет. Вот, она живёт в вере, в чём-то возвышенном, понимаете? И когда душа вот поняла себя, что она вот в этом живёт, она этому изменить не может. Она не может себя предать в этом. Она себе не может изменить. Также верность — это отражение божественной любви в отношениях двух людей. Этому невозможно изменить, понимаете? Потому что то, ну как бы, по факту, что ты получишь? Колебательное движение? И из-за этого, как бы, я вот придаю вот это самое глубокое чувство, которое я испытываю в своей жизни ради этих колебательных движений. Ну это безумие, просто безумие. Поэтому если по факту вот этот вопрос, к которому мы возвращаемся назад, вот женщина, спасибо ей большое за то, что она записку эту написала, я очень благодарен, что я испытываю стресс, муж ушёл, я не знаю, как мне жить. Надо ответить так. Да, вы испытываете стресс, и вряд ли он пройдёт сейчас уже. Но мы можем положить сейчас начало уничтожению этого стресса. Потому что, когда вы поймёте, что никакой любви между вами не было. И по факту между многими людьми, которые сидят здесь в этом зале, ну как бы, хоть они и думают, что у них есть любовь, но её тоже нет. Почему? Потому что на самом деле любовь-то не дешёвая штука. Вот надо сначала уважать близкого человека, начать. Уважать означает просто спокойно выполнять перед ним свой долг. И ничего не ждать. Изменить, изменить. Вот по факту, смотрите, если я люблю близкого человека, он мне изменил. Какая реакция? Вот пришёл он, такой весь святой такой. У меня, безусловно, любовь появилась в сердце. Безусловная любовь у меня появилась. Ну то есть вожделение, он весь такой обтекает вожделение, он такой пришёл домой. Ну вот если я, допустим, верный этому человеку, я смотрю на него, вот он весь вожделением обтекает. Что с ним произошло? Лягушка с зайчиком встретилась. Анекдот рассказываю. Зайчик пушистый такой, весь чистенький такой. Мордочка такая красивая. Чистенький такой. А лягушка вся такая, вот такая скользкая такая. Вонючая, зелёная. И она зайчика полюбила. И она ему говорит, слушай, зайчик говорит, я на самом деле мягкая, пушисткая. Ну сейчас я болею, поэтому я скользкая, вонючая. Если человек верный по-настоящему другому человеку, когда человек приходит, и по факту, что с ним произошло, он просто заболел, попытайтесь это понять. Это же не какое-то возвышенное чувство, он просто заболел. Он больной пришёл, потому что его разум сломало. Есть болезни тела, есть болезни разума, понимаете? Вот пьяный человек, это человек, то есть человек пьяный. Ну домой пришёл пьяный. Мы с друзьями ходим в баню. Вот. Пришёл в баню, то есть пьяный. Пошёл в баню, да? Вот. Он болеет просто. Вот как это понять, что он болеет? Для этого нужно его любить хоть чуть-чуть. Но если ты хочешь им наслаждаться, пьяницей, можно вот человеком, который перегар идёт, можно им наслаждаться, нет? Какой ответ? Мы говорим, скотина, иди спать. Это означает, что любви-то никогда и не было, потому что это не скотина, человек заболел. Не думайте, что я сейчас шучу с вами. Есть разные типы болезней. Я, когда изучал, начал ведические писания, вообще у меня есть склонность вот к такому научному подходу в жизни. Ну, как-то меня вот угораздило, знаете, потому что меня всегда влекло, очень тянуло к эти очень такие глубокие, тонкие, неизведанные области жизни. И я как, ну, чувствительность ещё очень сильная, и я как бы задавал все вопросы об этих вещах, и мне судьба показывала ответы. Разок я спал в квартире, в трёхкомнатной, в которой бабушка только недавно тело оставила. И ночью я глаза открываю, смотрю, идёт бабушка. Но она идёт необычная. И я вот так, я испугался, её начал хлопать, и она побежала и через стенку убежала. Человек, когда тело оставляет, он не сразу из квартиры уходит. В тонком теле там ещё какое-то время живёт. Такое бывает. Я бабушку увидел в тонком теле, потом фотографию посмотрел и ахнул. Бабушка та же самая. Всё то же самое, только прозрачное. И вот эти вопросы меня побудили изучать вот это древнее знание, потому что люди раньше глубже видели мир, не так, как мы. Мы думаем, что мы более развиты, а они больше развиты нас были. В этих вопросах глубины и восприятия мира. Потому что они видели его одушевлённым, а мы видим его неодушевлённым. Признак тупости. Итак, смотрите. Когда человек что-то выпивает, и он становится счастливым. У меня к вам вопрос, может ли просто какое-то химическое вещество просто так сделать человека счастливым? Счастье — это что, химическая энергия? Вот энергия счастья, это оно химическую природу имеет или духовную? Давайте разберёмся в этом вопросе. Неужели химическую? Тогда зачем вообще говорить о каких-то высших вещах каких-то? Зачем вообще жена тогда нужна? Сделай просто химическую структуру себе, которая будет давать тебе счастье, и живи с ней. Если тебе нужна жена, почему именно жена, а не химическая структура какая-то? Некоторые пробуют куклы делать искусственные, сексом с ним заниматься. Ну как-то так работает. Но не совсем. Что-то не хватает. Жизни не хватает в этом во всём. Нет жизни.